Всем привет! Добро пожаловать к нам на наш YouTube канал Жизнь в Канаде. Сегодня я продолжаю видео насчет оленя, как мы его разбираем и как мы его будем готовить. Хочу вам это все показать. Вот мы приехали только с охоты. Охота была удачная и была очень долгая. Сейчас мы ее завезем в шап и будем ее разделывать. Если не потеряет посанка. Ну мы его так стянем. Сейчас на вилке ее подвешили и начнем. Вообще, почему мы застрелили корову, а не рогача? Да, потому что на рогачей охота закрыта. А на коров... А рогачей, между прочим, с ними вообще не было, когда они бежали. Но на коров, потому что их надо отстреливать, потому что они вредят сильным фермерам. Заборы ломают. У них начинают стэнпид. Как начинают побег у них. И все. Там колючка, не колючка. Там вики заборные все ломают. Да, то вот на коров, на оленей дают пермиты, а на лосей не дают пермиты на коров. Сейчас мы ее подвешиваем и начнем ее разбирать. Последний я ей выстрел дала в голову, поэтому пенка с той стороны. Не требовало сразу ляк-пей, не сопротивляться. И давай, поехали! Ну, а мы тут авангаре у себя. Сейчас начнем ее разделывать. А вас приглашаем с собой на разделку мяса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, как я... Нога была подстрелена. По кругу, если посмотреть, мясо нигде не испорчено. Ляшки обе целы. Передняя лапа тоже хорошая. Куда же еще, да, попало? И вот сюда второй. Сколько тут ребра? Раз ребра, два ребра пробило. Ну, это нормально. Я все переживала за вот это вот мясо. Самое вкусное мясо. Сейчас голову отрежем. Дальше будем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И будем ехать подвешивать, чтобы оно остывало. Он и показывает, чтобы я смогу проехать по высоте. Догонишь? Да. Догонишь? Да. Догонишь? О, как пар идет от него. О, как пар идет от него. Я думала, два ребра пробили, а там получается, пять рыбер и в легкие попал. Помогай, им же трудно, она же тяжелая. Ее тут подвешиваем. Сколько? Недельки две, да? Раз, два, три выше. Молодцы. Тут сейчас температура... По-моему, не всегда будет висеть. Пока не опали. Сейчас тут минус два, три. Включим то отопление, чтобы была температура нулевого, да, будем держать. Плюс один. Сейчас нормально тут. Ну да, сейчас мясо туда-сюда вечером, придем поверим. Подвешивали, сейчас отпустят пониже, чтобы было легче взять. Приятное, ну да, будем играть. טack. Это statt Я свой тег сняла, оставляю его с мясом, будет он здесь висеть до тех пор, пока мы мясо не уберем в морозилку. Оно тут постоит, сколько, думаешь, дней 10, да, 14? Посмотрим, как это. Закрываем. Закрываем и выходим. Чтоб соседи не бачили, а то скажут, дай мясо. Дадим, если надо. Свет тушим. В общем, живым весом она 1200 паунтов, 600 килограмм. Сейчас мы ее разобрали, все пока это выкинули, шкуру, копыта, кишки. Сегодня я варю язык из-под оленя, да. Его маленький казанок поставила, положила туда одну цибулю и лавровый лист. И варится он у меня будет, наверное, часа два где-то так, чтобы был мягенький. Вообще, для меня, как сказать, язык это самый деликатес. Я никогда его не ела, никогда не знала, что это и как это. Тихо. В прошлом году, когда я была беременная, моим шестым ребенком Яковом, мой знакомый, мы как раз были на охоте. Я была почти перед родами. За три недели перед родами мы были на охоте. Игорь взял своего оленя. И мне знакомый сказал, когда возьмете, мне, говорит, языка дашь, я тебе приготовлю. И мы, когда взяли, приготовил он нам, это было все. Я подсела на этот язык. И вот сейчас готовлю его и покажу, как буду я его дальше делать. В общем, за языка. Я его сейчас весь почистила, нарежу. Шкурка с него облазит очень хорошо. Подтянул и все. Он отварился очень мягенький. Вот столько мало получилось. Что я еще делаю? Тут у меня лось. Я его нарезала на кусочки. Я сейчас просто его в масле обжарю. Ну, минуты три, наверное, с одной стороны, минуты три с другой. И вот такой получается. Вот что у меня получилось. Я еще укропу добавила. И обычно я уксус добавляю, а сегодня я добавила лимон. Выжила лимон. Вареный. Давайте попробуем. Как от такого дела не отказаться? Обалденно вкусно. Всем рекомендую попробовать делать так язык. Очень мягко. Такой он сочный. Очень вкусный. Так что охота удалась. Начали мы, короче, собирать мясо, разделывать. Девчонки обрезают с костей и все-все остальное. А мы с Марьямой уже готовим на упаковку. Я уже нарезала на стейки. Будем потом делать. Покажу. Повисело. Оно так классенько стало. А тот уже на фарше. Все это покажем. Слушай, сколько у нас мяса на кости получилось? Мы начали делать видео, не доделали. А я не понял. Где-то 600 килограмм она выходит сама живым весом. И сейчас посмотрим. Ну, надеемся, что у нас будет килограмм хотя бы... 200. 200 самой мякоти. Потому что мы кость не держим. Мы кость отдаем собакам. Забираем по готовому месяцу в морозилку. Кость, да. А малой сидит на мясорубке. Он мясорубку достает, грызет, разделывает. Да, но он сам поднимал. Но ваша может помнить в 10. Да, не поднимал, а катал ее. Катал ее. Мясо, эту одну заднюю ляжку мы сделали. Получилось мясо. Мы уже подписываем, что, как, какой кусочек. Чтобы в морозилку потом залазить и знать. Обрезков очень мало получилось. Сейчас будем делать фарш. Игорь сейчас мне соберет всю эту машинку. Мы эту машинку купили лет пять назад, да? В мясорубку. Когда мы занимались. Мы же раньше делали для людей. Мы резали и поросят, и свиней, и курей. И когда заказы приходили, нам люди привозили телят. Прямо сюда к нам домой на прапорте. Помнишь, что? А свиней сколько привозили тоже мы. Привезут нам пять свиней, да, скажем? Мы могли за день шесть, сколько, по сто килограмм свиней. За день. За день мы их брали, короче. И пять мы сразу... Мы их не резали, мы стреляли. Сразу стреляли в голову, подвешивали, шкуру снимали. И потом они у нас висели. А потом уже мы их разделывали. И так как у меня была маленькая мясорубка, я не успевала просто фарш делать. Одна сгорела. То мы, короче, купили. Новая такая стоит полторы тысячи. Мы взяли ее с рук. Новую в коробке за семьсот. И тоже у мужика купили тот, который занимался с мясом. Говорит, я уже больше делать не буду. Продавал. У нас минус в нее. У нас сильно тяжкая. Тяжелая. Очень тяжелая. Нам уже вложить килограмм, может, шестьдесят. Название у нее Кобелос. А номер я не помню. Если это вам что-то даст. Нет, тут номер на них есть. Егор, ты знаешь номер 42? 42. 42. 42 у меня спереди же не написано. Сейчас я вам ее... 5 хорс мои, да? Не знаю. Сейчас мы включим ее. Вот другая нога принесли. Мы ее. Вот и мы рубаем. Она может сколько павелок? 20 павелок в минуту? Да. Наверное. Мы фарш перепускаем на два раза. Покажи, какая тут дырка внутри. Руку ни в коем случае не толкать не специально на это. Руки можно налить. Целиком кидать. Ну вот даже нагрузки не чувствует. Ну пожалуйста, 20 паунтов. Теперь попали. Все. Ну вот. Мясо все мы разделали. И у меня остался, короче, фарш. Я сейчас делаю чилы. Отжарила фарш. Добавила туда бобы. Нашу домашнюю аджику. И это специальный чилы сас. И сейчас она у меня минут 10 постоит настоится. Потом буду добавлять в него сыр. Рис у меня уже закипел. Поварю я его в чугунном, эмалированном чугунчике в таком. Я мне Игорь Новый купил. Один большой, один такой есть маленький. Тоже казанчик чугунный. Только эмалированный. Покрытие у него. И вот сейчас будет у нас ужин готов. Я как сыр добавлю. Поснимаю тоже. Покажу, что получится. Но я так попробовала. Очень вкусно. Наши соседи уезжали в Мексику на месяц. Мы смотрели за их домом. Это те же соседи, которые смотрят за нашим домом, когда мы уезжаем. Они мне привезли с Мексики подарок. Такой, короче, сыр они делают там. Он немножко с халапиниус, короче, острый такой. Но он такой мягенький. Не такой, как обычно вот в магазине. И вот я его буду добавлять в чилы туда. Вкусные. Они там у них, у минонитов своя там ферма. Они их делают, сыры продают. И вот я первый раз попробовала. Так, ничего, сыр вкусный. У нас в Канаде такого не делают. Я его буду в чилы добавлять. Получился. Вон какой красивый. А пахнет-то как. Плюс камеру не передать. Чилы запах. Ах, вкусный. Камера запотела. Вот мне говорят, куда вам столько мяса на охоту ездите. Глядите, целую кастрюлю казана сварила. Почти ничего не осталось. Рис весь. И все кушают много. И даже вон у меня. И сейчас мы будем это все пробовать. Орячее. И вам скажем. Пусть немножко оно остынет. Ну, рассказывай. Как оно тебе на вкус? Вкусно. Какой оно привкус дает? Чили фрайс. Чили фрайс. Ты пробовала, Воль? Да. И? Так само как чили фрайс. Вкусная. Ты пробовал? Нет. А ну давай. Стесняешься. Ну и вар. Вау. Вкусная. Вкусная. Ну ладно. Банан грызет. Ладно. Всем пока.